Я сегодня планировал рассказать про наш подход к обеспечению энергоэффективности генерующих компаний. Мы работаем на этом рынке очень давно, имеем большой опыт общения, причем не с отдельными станциями, а именно с генерациями, с ТГК, с УГК, и у нас вформлялся некий подход, как повысить энергоэффективность самой компании. Под энергоэффективностью, здесь, в отличие от предыдущих всех поступлений, когда говорили про потребление, здесь, наоборот, выработка энергии, выработка электроэнергии, выработка тепла, и здесь идет речь про эффективное использование энергетических ресурсов, в первую очередь топлива в процессе производства. Если говорить про генерацию, то энергоэффективность может быть разложена на несколько разных слоев или разных точек внимания. В первую очередь, конечно, это модернизация силового оборудования, замена устаревших паровых установок на парогазовые, которые в разные повышают КПД. Это, конечно, очень хороший, очень эффективный путь. Туда нужно двигаться, но, к сожалению, денег на это мало. Очень мало, и в массовом порядке это реализовывать не могут. Другой путь, более близкий нам, он больше информационный, автоматизационный, это оптимизация самого производства процесса, самого производства генерации, выработки электроэнергии, тепла, да, вот там есть над чем поработать, я сейчас об этом подробнее расскажу. Ну и, конечно же, есть, может быть, не такой существенный для генерации, но тоже важный аспект, это комплексные мероприятия по снижению вообще собственных каких-то хозяйств, на комплексных зданиях, в офисах и так далее. Если рассмотреть вообще деятельность компании, на самом деле правильно, когда мы говорим про крупную промышленную производство, рассматривать не какие-то единичные факты, а есть технологические процессы, от начала до конца, где что происходит. Думаю, что здесь, конечно, отражена специфика генерующей компании, для любого крупного промышленного производства все будет то же самое, размазан по оборудованию. Есть моменты, когда произвучляется выбор состава оборудования. Тут важно выбрать оптимально для того, чтобы обеспечить максимальную выработку при минимальных расходах топлива. Есть планирование заявок, где тоже производится оптимизация, моделирование режимов работы и формируются оптимальные ценовые заявки на рынке. Есть балансирующий рынок, когда, кроме того, расчета или выдачи оптимальных ценовых заявок уже на БР, надо контролировать диспетчерский график. Необходимо минимизировать отклонения от него, минимизировать как штрафы, так и перерасходы топлива. В процессе вообще выработки необходимо контролировать вообще сами процессы, как и будут производственные процессы. Здесь уже следить за минимизацией, альтернативной такой минимизацией расходов топлива. Ну и, конечно, важно следить за тем, какие вообще результаты были, нужны какие-то общие ключевые показатели. Это вот все, оно набирается из маленьких элементиков, шажков на каждом этапе. Нельзя сказать так, что вот, сосредоточившись на чем-то одном, мы получим максимальный результат. Здесь вот тоже серебряной пули нет, и приходится набирать это все, интегрировая, нанизывая на некую единую такую нить, различные бизнес-процессы, увлекая различные службы подразделения. Тогда получается такой хороший коммунитивный комплексный эффект. Это, понятное дело, это все не получается, если не обеспечить несколько ключевых факторов успеха. Один из важнейших – это продуманная система ключевых показателей. Сейчас, как бы, в энергетике есть принятая такая система, она называется ТЭПО – технико-кономический показатель. Она там правильная, очень технически детальная. Ее недостаточно. Такие КПА, такие ключевые показатели, должны быть разработаны для всех подразделений, для трейдинга, для технорей, для производственников, для управленцев, для всех. И они должны быть нацелены на один результат. Тогда будет мотивация у всех на достижение успеха. Тогда о чем-то можно говорить. И не получается ничего сделать без организации такого единого пространства, когда все люди говорят на одном языке. На самом деле доходит до абсурда. Когда трейдеры отработали на рынке, отчитались, что у них все хорошо получили премии, производственники отработали уже в процессе генерации, отчитались, что у них все хорошо получили премии, когда начинают подводить итоги компании УЗИ. Как-то виноват, непонятно. Все отработали хорошо. Это очень разно пройдет ситуация. Вот здесь очень важно это все объединить, свести людей, показать, что они могут работать вместе, и работают над внутренними едиными показателями. Это тоже очень важно. Спасибо. Для того, чтобы решить вот эти все проблемы, мы разработали, как бы позиционировали на рынке, систему управления производством, производства и процессами, называемой СПП. По сути, это классическая МЭС-система. Где-то посередине находится между системой автоматизации, для всевозможного СПП, учета, коммерческого, технического, газа, газа, тепла и все прочее. И верхним уровнем уже кооперативного управления, уровни ЕФП-системы. Здесь обеспечивается диспетчерское управление, оперативное планирование, оптимизация производственных процессов. В общем, классические функции МЭС-систем, только специализированные для энергетики, для генерации. Если говорить про функциональную архитектуру, то она получается, конечно, достаточно сложной. Там много разных подсистем, причем с ними работают разные люди. Мы делим это на несколько блоков. Блок «Центры сбора технологической информации», который обеспечивает общую инфраструктуру, в первую очередь сбор технологической информации и диспетчеризацию, в том числе диспетчеризацию на рынке коммерческом. Отдельный блок – это моделирование и оптимизация режимов работы электростанции, где разрабатывая специализированную математическую модель станции и используя специализированные оптимизационные алгоритмы, можно уже получать различный сценарный анализ и обеспечить оптимальные варианты работы на рынке. И дальше различные дополнительные специализированные системы, прогнозирование, взаимодействие с корпоративными системами управления. Это все нанизывается за один общий информационный поток. «ЦСТИ», как я сказал, обеспечит инфраструктуру, это сбор данных, централизованное распределение информации, визуализация, подготовка данных для различных смежных систем, на ее базе строятся другие подсистемы. Другим важным элементом всего этого в комплексе является система имитационного моделирования. Когда мы берем фактические режимы работы станции, на их основе разрабатываем специализированную математическую модель, которая отражает суть этих процессов, для того, чтобы технологи могли уже разбираться детально с тем, что где, в какой момент происходит. И уже на базе этой имитационной модели, которая разрабатывается не абстрактно, а фактически под конкретную станцию, под ее текущее состояние, можно было бы уже проводить различные расчеты, в том числе и оптимизационные. В итоге получается возможность построить еще три раза, пожалуйста. Получается разработать полноценную систему моделирования и оптимизации режимов. Там уже появляется комплексная работа всех подразделений, начиная от коммерческой диспетчизации диспетчеров на станциях, производственно-технологическими отделами и тренингом. Они работают все вместе, все занимаются непосредственным, непрерывным процессом оптимизации, который и позволяет дать комплексно-синергический эффект. В итоге у нас получается возможность моделировать станцию на базе фактических режимов, обеспечивать оптимизацию режимов работы станции, причем по разным критериям. Можно оптимизировать на ранних этапах с точки зрения повышения максимальной машинальной прибыли, а дальше, когда уже переходим к этапу производства, можно минимизировать затраты на топки. Получается такая многоходовка, которая и дается такой коммунитивный эффект. Есть тоже важный элемент в энергетике, в генерации, это технико-экономические показатели. Их расчетом занимается большое количество высококлассных специалистов, на станциях вещь хорошая, но сложная. Давайте еще пролистаем и еще пролистаем. Основная проблема в том, что все эти расчеты сейчас делаются по синтетическим нормативным характеристикам, которые мало того, что не отражают реальное состояние, они и не обеспечивают нужную точность и правдивость расчета. При этом получается так, что станция живет в неком виртуальном пространстве, в котором мало соответствует действительности. Поэтому этой проблемой отдельно тоже нужно заниматься. Здесь тоже есть резервы, потому что ТЭПы – это важнейшая часть экономической оценки работы на показаниях эффективности. Можно пролистать этот слайд и дальше. Мы много занимались оценкой эффективности от внедрения всего. Пытались расценивать и в денежных показателях, и в оценках от общей эффективности. В целом, по нашим расчетам, это очень подтверждается жизнью, получается, что можно повысить общую эффективность работы компании до 14%. Брали такие реальные фактические режимы, смотрели, как это можно было бы улучшить. Есть резервы, есть на генерации резервы. Даже если говорить о 5%, что может быть в реальной жизни ближе, все равно это уже точка безубыточности, перехода от убыточного производства к прибыли. Для этой генерации очень важно. Можно дальше? Здесь маленький пример из жизни. То, что пробовали, обкатывали на практике на станции. Взяли старую убитую, которая работает в тепловом графике, и маневры никакой помощности, ни в электричестве, ни в тепловой методе. И смоделировав режим работы, на основе этого посчитали оптимальные графики, как она могла бы работать для того, чтобы было эффективно. Так вот, для этой станции у нас получилось, что максимальное повышение маржинальной прибыли достигало 9%, среднесуточное 6%. Представьте, 6% для предприятия. Насколько это важно. Это просто примеры жизни, это можно посмотреть и показать. Можно еще пролистать, да? Ну и, как бы, вот, говоря про последний вопрос, снижение затрат и повышение эффективности собственных нужд, хозяйственных нужд, да? Тоже есть различные подходы. Обеспечим комплексный консалтинг, проведением энергоаудитов по 261-го федеральному закону с разработкой различных рекомендаций по повышению энергоэффективности, концепций. Реализуем инфраструктуру в полном объеме. Мы, например, недавно построили собственный суд, где полном объеме реализовали эти идеи решения по энергоэффективности. Тоже очень интересно получается. В любом предприятии тоже будет актуально. Можно еще один из них. Ну, там, готовы всем заниматься, включая проектированный монтажок, наладок и настройкой. Есть большой опыт, большой шаг специалист. Вот, и делать эффективно. Ну, собственно, я надеюсь, вам нравится. Спасибо большое за внимание. Готов ответить на вопросы. Если вопросы сейчас. Как ваша система работает с не плановыми, а аварийными ремонтами? На самом деле, вопрос очень актуальный, действительно актуальный. Обычно, как получается, там турбина встала, ее выключили, и дальше люди, как у них получилось, что получилось запустить, так и не запустили. Об эффективности в этот момент уже никто не думает, думает, что хоть как-то включить. Когда мы говорим, что у нас появляется такой инструмент оперативного расчета и планирования, сценарного анализа, вот у людей, у инженеров появляется возможность посчитать, так, отлично, все, турбина встает, какие есть варианты. В течение 15 минут посчитать, какие турбины вывести из дизельного, лучше, билет дима. Какие загрузить, проще, поднять на них нагрузку. Вот эти расчеты, проводимые практически в реальном времени, очень оперативно, в большую степень позволяют экономить в таких вот экстремальных условиях ситуациях. Еще вопросы? Если возможно, ваши клиенты какие? Вы уже работали с ТГК, СУГК, КАР, ЕГИ? Да, мы работали с рядом у ПК ТГК, мы работали с ТГК-4, когда он еще был, не было, мы работали с СУГК-5, мы работали с ТГК-6, мы работали с 8. Спасибо большое, спасибо.